добрый вечер это вот стоит онлайн и это запись обзора за 6 ноября и так по всем новостным источникам сейчас только и говорят о выборах сша и на данный момент ссылка будет под видео вы сможете посмотреть онлайн результаты вроде бы еще будет ну в общем спорный вопрос пытается трамп еще вернуть власть но в общем на следующей неделе думаю будет продолжение пока вот такой вот подсчет голосов 253 страны байдена и трамп 214 ну собственно ссылочка будет описание можете пройти посмотреть это русской службы bbc соответственно по карте можно будет все детальную информацию изучить ну это кому интересно далее по событиям которые были на этой неделе у нас процентная ставка по федеральной земной системе остался на том же самом уровне и ну вот из таких более глобальных событий а на следующей неделе у нас понедельник будет практически без особых важных отчетов далее вторник 10 ноября будет количество заявок на пособие по безработице британии также будет отчет по индексу экономических настроений z и w германии и сша читается по число открытых вакансий на рынке труда но я думаю сейчас нам ванных это выборы соответственно вот эти все даже значимые фундаментальные отчеты они будут уже второстепенным событием насчет среду 11 ноября новой зеландии решение по процентной ставки но так как сша оставили на том же самом уровне соответственно и там также будет скорее всего 0 25 как и предыдущий показатель британия чет по ввп с 3 квартал пока без прогнозов аналитиков будем смотреть уже ближе на следующей неделе в начале возможно будут какие-то решения четверг 12 ноября британия повторно идет ввп с третий квартал и тут уже ну то предварительно был в среду я немножко поспешил вот среду будут предварительно четверг будет уже непосредственно за третий квартал и сша запасы нефти число первичных заявок на получение пособий по безработице 16 30 это все четверг 12 ноября опять же выборы сейчас затмевают абсолютно все остальные фундаментальные отчеты фундаментально важные отчеты и соответственно остальная часть недели будет более лайтовая без особых событий как только уже выберут кандидата на трон сша я думаю остальные отчеты начнут уже работать и их можно будет уже отслеживать ну в общем и события на следующей неделе вот такая картина ну так начнем мы с индекса не индекса а сель и так на сель я подготовил специальные уровни которые вам пригодятся на следующей неделе на данный момент мы видим что вся текущая неделя особенно первые два дня был хороший рост вернулись на тридцать девятую и непосредственно уровне поддержки в более точно вот вы видите это 34 с половиной по я бы взял по 35 с копейками затем идет диапазон который сформировали еще на прошлой неделе четверг пятница это 35 с половиной по 36 половиной более плотный идет непосредственно по 36 вот вот этот уровень то есть непосредственно вот этот массив то есть это по сути был спрос стопорей по ликвидности вы увидите что рост ликвидности продолжался вплоть до среды сейчас мы посмотрим по открытому интересу идет завершение контракта декабрьского то есть уже будет актуально смотреть следующий контракт там естественно сейчас идет открытие позиции вот и открывали позиции как раз вот в понедельник и соответственно четверг пятого числа вот и по дисбалансу сейчас вот такая картина то есть сбрасывают позиции вот этот рост и мы вернулись как раз на этой неделе к виду был и пи который с текущего контракта и с прошлого идет то есть пересечения двух видов был и пи каким образом у нас пока еще на новом контракте слабенький объем поэтому возвращаемся на старый и будем остальную часть уровня уже мониторить здесь немножко просили по ликвидности вчера и сегодня и соответственно сейчас пока и можно нефти трейдеров понять идет подсчет голосов в общем пока не решат кто будет на престоле я думаю какие-то серьезные сделки будут пока на паузе так значит вся цепочка вот этих массивов которые были на прошлой неделе они как бы у себя по пока оправдали и вот поддержку удерживаются портрет ли 715 по 37 60 50 плюс минус текущая текущий ценник 3775 ближайший уровень сопротивления это сброс позиции который был после этого роста понедельник вторник вот сюда четверг этот массив я выделил вам 38 25 3870 значит по ядру m1 ядро то есть основной коридор и были проторговки мощные вы видите по боковой справа гистограмме вот у нас идет раз и уже также немаловажно коридор который сформировали здесь ну я более точно кастомайзера рассчитал по диапазонам и у нас получается вот эта неделя которая была прошлая и текущая сформировали ключевой массив m1 то есть диапазон 38 40 39 нам бы ван то есть принципе если на следующей неделе смогут толкнуть байера выше коридора 39 38 с половиной это уже как бы хороший подтверждающий фактор что есть спрос и в общем можем немножко подрасти но тот рост который может появиться его ждет проверка на сорок с половиной по сорок один с половиной тут важный уровень сопротивления здесь первая неделя на текущего контракта сформировали достаточно мощный массив на продажу там общий показатель достаточно большой по дельте на шорт ну и итог мы увидели уже последующие две недели поэтому диапазон возьмите обязательно на заметочку м1 38 40 39 а вот второй массив по значимости ключевой это непосредственно м2 40 по 41 диапазон вот этот доллар непосредственно ключевой уровень ну и чуть смещен но уровень сопротивления сразу за ним идет сорок с половиной срок один с половиной вот такая вот сеточка уровней по силе наймакс на следующей неделе и оптимально будет если не уронят особо ценник ниже 40 ну вот 37 15 37 60 это саппорт номер три который сформировался еще на прошлой неделе его сейчас пока удерживают три дня и соответственно саппорт номер два то есть в диапазон 36 по 36 половина это второй еще уровень который ну желательно чтобы не ниже его то есть если даже будка эта коррекция после этого роста то желательно чтобы байеры восстановили контроль цены не ниже 36 это будет оптимальнее всего если здесь начнется опять лавина покупок то собственно неплохая будет . на вход в тот факт что после вот этого роста двудневного у нас три дня стоит просто в коридоре боковом это говорит о том что байеры есть и они как бы пока удерживают баланс сил и собственно есть все шансы что мы можем протестить 39 40 вот здесь такой небольшой уровень сопротивления который был сформировано еще на прошлой неделе вот он в районе 39 с половиной возьмите на заметку это вот сессия вторник прошлой неделе на всякий случай это вот то что сейчас как раз четверг не пробил и потом уже идет 40 с половиной 40 один с половиной двигаемся дальше евро также уровня отмечены вы сетку уже видите перед вами вся сетка непосредственно 91 19 по 1925 это вот еще в начале контракта сформировали локацию на сопротивлением этот уровень уже тестировали в один разок и вот мы вернулись опять к этой же точке вот пятница уперлась как раз в этот уровень и уровень поддержки 167 117 с копейками вот этот уровень мы берем непосредственно за счет вот этой массивности на прошлой неделе сброса парей из подтверждения того что там уровень поддержки действительно был просто протестили еще они немножко 100 стопарики вот 1655 это поддержка еще с там второй и третьей неделе начале контракта здесь была достаточно мощная неделя практически все дни были на бай кроме сброса позиции в пятницу ну и собственно этот уровень повторно поддержали поэтому это еще тянется с конца сентября 25 до с первого сентября вот эти уровни были сформированы то есть повторно поддержка пока себя проявила так пробили сопротивление которое было до этого значимым она формировалась еще в начале контракта потом его тестировали разок не пустили еще раз подошли уже были попытки пробить этот уровень и в это уже по сути третий подход и вполне уже закрепили закрепились чуть выше ну посмотрим понедельник как отреагирует если понедельник будет все таки удерживаться в районе пятницы не ниже есть все шансы что байер и все-таки продавец 19 ну а там уже посмотрим но это как раз может и уйти на следующей неделе в этот процесс виду болыпи у нас идет в районе сто семьдесят восьмой и коррекция в принципе вот с пятницы ну желательно не ниже вот как раз 18 188 это касаемо сценариев на покупку если вы будете искать точку входа на шорта как бы в любые большие вбросы продаж понедельник вторник могут создать этот коррекционный момент на нем можно прокатиться ну и соответственно дальше следим по main level который сформирован сто семьдесят второй по сто семьдесят пятую здесь как вы видите основная масса сделок за весь контракт это ядро и дельта по ядру в основном идет на покупку поэтому вот это ядро но как бы имеет двойное назначение ключевые уровень и соответственно ключевая поддержка коррекция ну допустима до этого уровня дальше двигаемся по золото очень интересная ситуация сейчас по золоту особенно будут резкий подъем до 19 50 и у нас получается ну из пяти сессий где-то две только были на покупку 2 числа и 5 но пятого было порядком 6 тонн дисбаланс давайте посмотрим по ликвидности по объемам идет в принципе оборот идентичный как последний последний месяц то есть среднем оборот ключевой объемный день у нас 5 число четверг и последний ударный день и поддержка здесь я взял кастом на за кастомный профиль за текущую неделю и у нас получился спорт один тут несколько диапазонов я их просто объединил чтобы не но не не было нагромождение в уровне так support номер один это вот еще в начале в конце сентября сформировали уровень который так на прошлой неделе и не пробили мы собственно вышли уже за пределы вот этой локации на сопротивление то есть был пробит этот уровень и теперь уперлись в ресистанц собственно сопротивление на самое важное это 1960 по 1975 вот с ним будет возможно еще битва то есть могут еще попадаться битаболу пик как раз идет нас в районе 1915 вот желательно коррекцию то есть коррекция допустима еще вот пределах этого диапазона поддержки здесь нужно искать подтверждение повторную атаку со стороны байеров и если будут скупать все подешевевшие золото вот хотя бы до 1910 не ниже будет оптимальнее всего вот если искать точку ухода то будет уже в этом коридоре если открывается неделя следующая и даже не будет никакой коррекции то есть не не упадут ниже пятницы вторник допустим идет атаковать уровень сопротивления ну соответственно с продажами будь осторожны если такая будет ситуация сценарий из хороших сценариев если на шорт вы планируете работать то понедельник и вторник резко все это сбрасывают и начинается резкая атака вот 19 10 и ниже ну вполне может быть не исключено но в целом как бы по дельте вы сами видите здесь буквально пятница 4 был хороший по дисбалансу 6 тонн на этом контракте факту вот по продажам было 8 это было 28 октября но из покупок это самая сильная дельта по покупкам за этот контракт в общем есть все шансы выйти за 1976 а там уже посмотрим 2000 не недалеко так как сейчас ну не стабильная ситуация с выборами все перестраховываются выводят кэш из акции и соответственно куда это все девать ну непосредственно вечно золотое золото на прошлом обзоре волшебный онлайн я спрашивал кто знает почему золото является таким ценным металлом и настолько хорошо ценится и долго и на протяжении всего всей истории человечества таких более точных был один ответ более приближенный вот как сайма свойства этого металла на самом деле не исторически не традиции здесь никак не ни в коем случае не являются основными факторами а как раз вот свойства металла в первую очередь здесь и являются очень ценными загуглите посмотрите насколько он уникальный в этом плане металл золото и так двигаемся дальше золото дальше у нас идет если я не ошибаюсь snp поисан пиев ситуация одна из отличных просто вся неделя идет на рост и соответственно пятница пока осталась на уровне четверга вот такая вот душечка мы видим пришли к потолку контракта естественно все боятся под такие выборы сразу толкнуть цену еще выше поэтому пятница пока стоит в коридоре четверга еще тренд вот этот который задали есть шансы что он сохранится плюс у нас накануне идет как бы рождество да вот католическая то есть черная пятница идет потребительская инъекция в экономику сша и эта традиция постепенно уже перешла и на европейские страны и собственно да и у нас тоже это неоднократно замечалось поэтому идет просто скупка разного потребительского продукта и это очень хорошо как бы стимулирует экономику и акции в этот период растут поэтому до черной пятницы вполне может тренд сохранится единственное если будут все-таки решения выборов какие-то не предвиденные либо же не те которые нужны но в целом джипи морган к примеру вот я смотрел за их ними ну читал их рекомен даже не рекомендации ожидания то есть в принципе и если братьями на весны 500 то принципе они ожидают продолжение роста вне зависимости от решений выборов то есть вот почему то так они на это все смотрят я думаю что просто вот эти все выборы это иллюзия выбор без выбора как говорится вот берут два кандидата своих ставят и соответственно вы там люди выбирайте кого хотите нам все равно к лицо будет телевизоре говорить о нашей стране то есть собственно поэтому у них как бы такой прогноз скорее всего то есть люди вроде как выбирает но там выбирать не ничего это один и тот же кандидат только с разными лицами вот я принципе на месте бы федерезерва этих банков примерно также и поступил бы просто дал бы якобы выбор но на самом деле это оба их человека оба их персонажа собственно по ядру 33 38 3407 и алерты у меня стоят вот 35 23 это непосредственно пробить и четверга и минимум четверга 3453 вот пока не выйдут за этот коридор по покупкам непосредственно вот локации которые были из хорошей дельты на покупку среды будем брать это непосредственно 33 95 34 23 и 30 давайте скажу делаем точно вот хорошая дельта была 15 13 тонн это понедельник вторник здесь массивы и отметил также вот этот коридор будет целесообразно на предмет в поддержке проследить тут vwp как раз идет 33 60 33 75 до диапазона возьмите на заметку чуть менее слабее 34 10 по 3 4 20 уровень поддержки и неплохая поддержка которую сформировали как раз на максимуме среды идет у нас 34 60 34 65 вот этот уровень который два дня вот пытаются но не пробили это к самому уровню поддержки по сопротивлению четверг отличился и вот пока этот диапазон еще не стоит списывать со счетов в 34 05 35 12 это был снг и ценник пока болтается в районе четверга пока еще терпимо то есть если закроется ниже могут еще откорректироваться желательно не ниже ядра контракта смп бул теперь по просьбам зрителей битисе на битисе вообще прям разрыв здесь ценник 16 тонн и это за декабрьский контракт дельта с 29 числа не ему ну не было ниже нуля как бы ну на стороне продавцов появились только вчера и сегодня нулевая вообще дельта vwp идет в районе 13 150 долларов за контракт btc и собственно по сопротивлению это явно будут просто сброс и позиции тут битья три дня идет даже два дня 4 пятница без особого и смещения по открытому интересу этого диапазон который оставили четверг-пятница по 16 02 то есть следить если у вас это покупка мониторьте чтобы на следующей неделе этот уровень пробили по поддержкам уровня и отметил значит 15 200 15 9 14 9 920 и потом весь коридор 13 760 14 300 весь коридор этот поддержка весь и отдельное внимание 13 540 там очень 49 контрактов итогово за весь контракт так остальные уровни вот там чуть ниже еще я думаю на следующей неделе вряд ли туда доберутся ну и нам бы вам уровень поддержки это 10 с половиной один из тонн здесь практически все цены были на покупку все покажу вам еще раз дельту самое мощное было 100 контрактов и 111 это и неделя которая очень отличилась на покупку здесь затарились непосредственно вот в этом массиве это вот с этих уровней начали покупать уже на бедисе и напоследок рубль сейчас очень всем интересно потому что достаточно важный момент обратить внимание как на прошлой неделе наказали очень все кто шортили в предыдущей неделе то есть вот это была очень вся на шорт и непосредственно вынесли прям до 81 и там все в общем то и закончилось то есть неделя была на рост прошлое вот непосредственно еще сняли стопики понедельник и потом два ударных дня на продажу и остановились непосредственно у уровня поддержки которые вот здесь сформировали на прошлой неделе вот это очень ключевой уровень если его смогут пробить продавцы соответственно пойдем ниже напомню чтобы здесь была очень мощная дельта на покупку вот здесь очень прям при очень вот этот коридор 76 850 по вплоть до 77 750 возьмите на заметку его должны пробить если не пробивают не могут никак брать и ниже 76 500 соответственно с покупками будьте осторожны вернее наоборот с покупками будет более явное событие и с продажами пока может быть даже стоит будет повременеть и по сопротивлению это вот касаемо этих последних двух сессий даже не последних двух 3 и 5 числа непосредственно здесь у нас идет все практически третье число 7 750 по 80 это все у нас идет сопротивление раз и потом ключевой диапазон вот сейчас как раз ценник нем находится это 750 по 78 250 уровень сопротивления но без по оборотам как раз вот по оборотам идут ударные дни двадцать восьмой двадцать девятый больше пяти миллионов и больше пяти миллионов было пятого числа четверг значит двигаемся дальше у нас спот непосредственно я специально выделил написала 679 к дельта была вчера вот здесь на шорт это одна из крупных дельт который вообще видел за последний период так точно на покупку были такие вот 700 600 но именно на продажу и обратить внимание три дня идет шорт на споте даже с учетом того что пятница висит в коридоре и даже вроде как растет цена все равно там дельта суммарно идет на продажу также я отметил стрелочкой наличие гэпа на споте и это немаловажно здесь конкретно не было про торговки вообще соответственно вот здесь уровень сопротивления берем 79 по 79 40 копеек очень большая дельта 78 60 плотный коридор вот 77 50 по 78 это за счет вот этой сессии вот эти уровни которые выделяют сейчас пускание даже зеленым цветом но это уровне сопротивления особенно эта массивность обратить внимание здесь очень мощно набросали пока и 78 не пробили это уже хорошо и так три дня из четырех у нас на продажу и с учетом вот этой дельты 679 обратить внимание какие здесь цифры вот здесь все это сопротивление вот этот итогово зависит за весь период квартал фактически и здесь тоже еще плотненько идут продажи сейчас ценник как раз в этом диапазоне поэтому еще и шансы что сохранят в общем динамику на продажу есть шансы поэтому вот 679 к еще раз напомню здесь шартов такое в редко встретишь vwp 7670 вот собственно если будет все-таки тренд на снижение то нам нужно пробить этот уровень дальше идет очень плотный уровень поддержки 75 рублей по 76 вот дальше уже будут сражение это был рубль и я с вами прощаюсь с был мишель мах надеюсь был полезный обзор ставьте в комментарии оставляйте вопросы тоже в комментариях под видео встретимся на следующей неделе всего хорошего до свидания пока